Бухарин смог совершить свою маленькую революцию, но на этом история советского государства не заканчивается. Ну и как всегда у микрофона Malware Gaming мы продолжаем проходить замечательное DLC на Устебэк для нашей любимой Хойки. Борьба за освобождение рабочих не ограничивается каким-то одним государством, она глобальна. Мы должны предлагать свою помощь товарищам в любой стране мира и сражаться силами реакций и контрреволюций везде, где они только обнаружатся. Получается этот фокус у нас такое своеобразное введение во внешнюю политику. И я так посмотрел, здесь достаточно фокусов на экспансию, ну либо, я так понимаю, можно будет устроить переворот в соседних государствах со сведой идеологии. В общем-то выглядит интересно и попробуем разобраться в этом поподробнее. Очевидно, что многие, если не все капиталистические страны, удовлетворятся просто перенаправлением фашистов в другую сторону, когда не захотят расширить территорию. При наличии выбора буржуазия всегда будет угнетать пролетариат. В сущности, верить ей нельзя и нужно быть готовым к бою с ней. Достаточно большое количество бафов получает наша страна, но благодаря модификатору антикапитализм, мнение о государстве Советский Союз существенно так подпортится. И самое главное, что этот фокус позволяет нам вернуть давно утраченные территории Аляски. Продав эти земли американцам, российское правительство предало собственный народ. Давно пора исправить это предательство и вернуть эту землю себе. Население Аляски будет куда счастливее жить в составе нашего Союза, чем в системе эксплуатации, в которой оно живет сейчас. Еще немного политики и мы можем взять военную экономику. Теперь наша страна будет намного увереннее чувствовать себя на политической арене, зная, что наш народ готов бороться со всеми тяготами и невзгодами. Уже сейчас ясно, что мир стоит на пороге коллапса, и нам нужно как можно быстрее улучшить нашу Красную Армию. Начнем мы с тяжелых танков, ведь они будут основной пробивающей силой в любой наступательной войне. Конечно, сейчас наши технологии все еще оставляют желать лучшего. Все базовые модули нам доступны, поэтому можем приступить к созданию хотя бы какого-то бронетанкового корпуса. Ну а нашу дипломатическую миссию в США ждал оглушительный успех. На официальной церемонии в форте Ситка Соединенные Штаты Америки передают власть над Аляской обратно нам. Большинство жителей Аляски испытывают по этому поводу смешанные чувства. Нас же народ ликует. Исправлена еще одна ошибка царского режима. Но вот теперь можно немного перевести взор к нашим западным границам и обезопасить Прибалтику. Судьба стран, окружающих Балтийское море, тесно связана с нашей. Мы не можем допустить, чтобы у наших границ существовали враждебные нам правительства. Получается, у нас с вами есть два пути развития. Либо мы уважаем Балтийское самоопределение, либо подтверждаем свои претензии на Прибалтику. Ну а собственно, нужны ли нам эти земли, в которых будет достаточно много восстаний? Да и к тому же, вносить мировую напряженность, это, на мой взгляд, такой себе вариант, если честно. Однако вот, уважая Прибалтов, мы можем, мне кажется, достичь намного большего. Все народы должны иметь возможность решать свои дела демократическим путем. Разумеется, во многих буржуазных демократиях Запада этот процесс извращен влиянием крупного капитала. Мы проследим, чтобы рабочие студии Латвии и Литвы были справедливо представлены в своих правительствах. Четвертый интернационал собирается в Париже. И если уж говорить о французах, то мне кажется, что при игре за Советский Союз было бы очень неплохо попытаться как-то воздействовать на эту страну и строить там коммунизм. Тем более, я смотрю, здесь есть ветка фокусов на аннексию Польши, что, в общем-то, вкупе с дружбой французскими революционерами могло бы сыграть злую шутку с дядюшкой Адольфом. Сейчас наша граница с Финляндией слишком близко находится к региону Ленинград. Внезапно финская атака может за считанные часы дойти до наших городов. Также очень легко может быть заблокирован наш Балтийский флот. Такое положение дел неприемлемо, и мы должны дать ясно понять это финскому правительству. Вот, кстати говоря, та самая механика, которая позволяет нам везти Балтийскую дипломатию. Пропаганда коммунизма нынче стоит очень дорого, аж целых 50 политки, и в текущих реалиях Хойки это довольно-таки большая сумма. Но, собственно, с другой стороны, чего не сделаешь для блага пролетариата. Начинаем планировать вторжение в Финляндию. Пока наши основные силы будут сдерживать финнов у границ, небольшой и хорошо вооруженный отряд красноармейцев высадится в столицу врага и продолжит победоносное наступление. Добиваем эту ветку фокусов и попытаемся контролировать Скандинавию. Последняя оставшаяся угроза нашей северной границы – правительство стран Скандинавского полуострова. Мы должны настоятельно довести до них тот факт, что мирное существование требует взаимного доверия. Ну а доверять правительствам, чьей идеология не совпадает с нашей, мы, естественно, не можем. Финское правительство отклоняет наши требования, и поэтому, естественно, получит по шапке. Итак, 15 января 1939 года мы начинаем войну с Финляндией. Кстати говоря, у нас даже вроде как есть превосходство по дивизиям. Во всяком случае, на данный момент, хоть мы и несем потери от истощения, а ну-то и понятная инфраструктура в этом регионе просто ужасная, но мы пока что довольно неплохо держимся и кое-где даже успешно атакуем. Кстати говоря, с нашей второй столицей Советского Союза мы можем начинать довольно неплохое наступление на финские земли. Здесь довольно хорошая инфраструктура, а у врага слишком малое военное присутствие. Тем временем, наш десант уже поплыл и без какого-либо сопротивления забирает себе Хельсинки. Столица Финляндии пала, и мы готовимся продолжать наше наступление. Ну и давайте пока закинем претензии на Польшу. Она держит у себя территории, которые столетиями принадлежали России. Украина и Белоруссия из-за этого оказались разделены между нашими странами. Такое положение дел неприемлемо. Может, поляки и одолели нас в 1921 году, но им пора напомнить, что времена поменялись. Тем временем, в Финляндии наши войска проводят быструю экспансию, захватывая ключевые точки противника. Финнам ничего не остается сделать, кроме как пойти на уступки. Но теперь-то мы уже готовы к полномасштабному вторжению. Но, естественно, сейчас было бы глупо останавливаться на достигнутом. Все-таки Финнам были предложены довольно-таки неплохие условия. Они от них отказались, а это значит, что они станут новой Советской Республикой. Финны безоговорочно капитулируют, и мы получаем даже больше, чем планировали изначально. За века Польша и польский народ потерпели много унижений и несправедливости. Не секрет, что немцы хотят вернуть себе земли, отданные Польше после Первой мировой, и готовы прибегнуть для этого к насилию. Надо предложить польскому правительству свою защиту, если оно готово обсудить состояние наших общих границ. Учитывая те наполеоновские требования, которые мы выдвигаем, мне кажется, что Польша пошлет нас куда подальше. Но если этот план увенчается успехом, то мы получим в свое распоряжение огромное количество земель. Японцы устраивают провокацию наших границ, но у нас там есть небольшое количество дивизий, которые готовы защищать эти земли. И я думаю, что у нашего предполагаемого противника, собственно, вряд ли что-то отдельное выйдет. Поляки отвергают наш ультиматум, японцы терпят от нас поражение, а Турция хочет продлить пакт о ненападении. В любом случае, с Польшей я воевать не хочу, эти земли нам достанутся при пакте Молотого Ребентрупа. Поражение японцев лишь увеличило наш престиж на мировой арене. Ну а, собственно, с Турцией, не знаю, стоит ли вводить пакт о ненападении, и все-таки, возможно, рано или поздно мы захотим вторгнуться в бывшую Османскую империю и отомстить за неудачи наших прошлых режимов. И будем надеяться, что в этот раз английский флот им не поможет. Формируем претензии на Писарабию. В 1918 году румыны беззастенчиво воспользовались нашими внутренними проблемами и андексировали эту территорию. Пора напомнить им, что они удерживают земли по закону, принадлежащие нам. Если Румыния не желает восстановить правильные границы, мы принудим ее к этому силой оружия. Ну и давайте разовьем инфраструктуру, тяжелую промышленность и завершим пятилетку. В этот же момент нам с вами предлагают пакт Молотова-Ребентрупа, и не вижу причин для того, чтобы на данный момент отказаться от него. Королевство Румыния отдает Писарабию. Румынские власти благоразумно уступили нашим требованиям и отвели свои войска из Писарабии. Мы присоединим эту территорию к Союзу в качестве Молдавской Советской Социалистической Республики. Теперь ее жители могут насладиться всеми преимуществами социализма. Давайте закончим пятилетку, ведь вторая ставит основной задачей развития тяжелой промышленности. Советский Союз должен развиваться ускоренными темпами, чтобы догнать капиталистические фашистские державы Запада. Третий Рейха начинает войну с Польшей, ну и собственно те территории, на которые у нас с вами были претензии, в любом случае отойдут нам. А так бы Польша получила защиту, и что самое главное, большое количество советских дивизий в качестве экспедиционного корпуса. Бедная беззащитная Польша капитулировала, ну а мы с вами получаем значительное количество земель. Блин, у нас с вами хоть у руля и бухарин, но промышленность очень слабая, да и реформам армии я был бы очень даже рад. Давайте, наверное, все-таки усилим план мобилизации, посмотрим, что там будет дальше, и им нужно планировать уже какую-то дальнейшую экспансию, пока Рейх не разрусят до космических масштабов. Ну, армию мы, естественно, с вами можем качать и в офицерском корпусе, про эти плюшки забывать, я думаю, тоже не стоит. Ну и высшее военное командование, естественно, требует реформ, да кое-кого я здесь уже поставил до руля, но наше государство по-прежнему остается небоиспособным. Ну и раз такая пьянка, я вот не знаю, что взять в духах, либо профессиональный офицерский корпус, либо инженерку. Инженерка, с одной стороны, позволит нам сдерживать агрессоров, а профессиональный военный корпус позволит, так, получить намного больше опыта армии, командного ресурса и снизить стоимость доктрины. Пожалуй, возьму его, главное, не забыть переключиться в случае оборонительной войны. Следующее, что мы с вами берем, целостность прежде всего. Пятипроцентный баф на организацию дивизии, это довольно-таки жирный бонус, тем более учитывая то, что нам скоро предстоит война. Так, мы с вами немножечко прокончались, и теперь можно потребовать балканского подчинения. Прошлый опыт показал нам, что окружающие нас страны будут пользоваться любой выказанной нами слабостью. Сейчас, когда в Европе зреет война, мы не можем позволить себе заседей с сомнительной политической ориентацией. Страны Балкан и Балой Азии должны выбрать, либо они с нами, либо против нас. Такой суровый выбор. Ну а, собственно, чего вы ожидали, ведь мы готовимся к новой разрушительной войне. Продолжаю возиться с конструктором техники, и мне очень нравится разбираться в этих циферках. Если хотите гайды на ультимативные сборки, то пишите в комментариях. Хочу как-нибудь, возможно, собрать всю информацию по новству БЭК в единое целое и представить вам. Но, если честно, не знаю, нужна ли вам эта информация. Вроде бы, всё в биханиках новых довольно просто и интуитивно понятно. В общем-то, я немножечко покачал фокусы армии, и, я думаю, мы уже готовы начинать какие-то серьёзные боевые действия. Королевство Румыния как раз-таки отказывается стать нашей марионеткой, а значит, нужно решать вопрос силой. Пока румыны не вступили в войс, мы можем выбить одного из союзников Рейха и попытаться его замарионетить. Во-первых, это сильно сократит линию фронта, а во-вторых, не знаю, будем ли мы вообще воевать с Германией. Посмотрим в будущем, возможно, у нас появится более менее ослабленный и равный нам союзник. Начинаем военную интервенцию, и, конечно, пока у нас довольно сильные дебафы на армию. Воевать, конечно, с такими дебафами будет проблематично, но куда даже не забиралось. Вроде бы, действуем довольно успешно, потихоньку двигаем линию фронта, снабжения достаточно, и это главное. Кстати говоря, довольно большое количество дивок он успел расквартировать на своих землях и подумать только это все могло бы отправиться к нам, а у нас, ну, не сказать, что прям полноценная боеспособная армия. Хотя мы выиграли революцию без единого выстрела, все-таки реформы армии даются нашему государству тяжело. И набирать новых рекрутов, а что самое главное, оснащать этих бедолаг революционных режимов очень и очень проблематично. Наконец-то добрались реорганизации армии. Наши попытки построить большую механизированную армию были похвальными, но не посильными для нас. Чтобы выиграть эту войну, мы должны сосредоточиться на оружии, помогавшем русской армии веками, пехоте и артиллерии. Для этого нужно будет в определенной мере нарушить существующую доктрину. Вернемся на линию фронта, и здесь наша армия действует довольно-таки успешно. Очень скоро Бухарист пойдет, и румынам больше не будет смысла абсолютно никакого сопротивляться нашей армии. Я думаю, смена режима для них наиболее перспективный вариант развития событий. Следующая на очереди Болгары, и это уже вторая фракция, которая симпатизировала Третьему Рейху. Она будет перекована советским зерпом и молотом, и превратится в честное, справедливое социалистическое общество. Но тут на самом деле абсолютно никакого сопротивления. Вошли просто как нож в масло, и в общем-то... А, нам тут еще и союзники помогают. Нужно было, конечно, накормить нашего нового союзника этими землями. Но, пожалуй, давайте сделаем здесь тоже марионеточный режим. Это будет, наверное, полезнее, а то нашим новым друзьям придется подавлять здесь восстание. А так будет два, в принципе, боеспособных товарища. Ну, надеюсь, что к начале войны они будут более-менее хотя бы немного боеспособны. Следующей на очереди, естественно, станет Югославия, ведь мы не можем отдать такой огромный кусок земли нашему предполагаемому врагу. И вот здесь нам придется начать спешное массированное наступление в надежде на то, что Германия не успеет присоединиться к нашему вторжению. Да, наши армии получат большой ущерб, в том числе и от истощения. Но нам нужно как можно быстрее захватить нашего врага. Ну и это уже практически капитуляция. До Белграда осталось рукой подать. Ну вот пробиваемся мы еще с вами пока что проблематично. Сказываются дебафы, хотя мы их и частично устранили. Ну и отсутствие нормального боевого опыта генералов также имеет свой вес. Тем временем наши войска загибают столицу и готовы продолжить свое наступление. Я, кстати, почему-то надеялся, что Югославия сдастся быстрее, но, судя по всему, мне немного очков не хватило, поэтому продолжаем наш натиск. Тем временем я поставил фокус на примирение с Японией и будем надеяться, что страна восходящего солнца примет наше предложение. Пока наши с вами основные силы ликвидируют котел, нам нужно постараться пробиться вглубь территории врага. А это задача на данный момент не из легких. Блин, а у него там еще и укрепление, город, все понятно. Нужно попробовать сделать нападение еще и на южном фланге. Ну и, кстати, вот этот мелкий котел, ну хотя как мелкий, довольно тоже большое количество дивизий, также нужно ликвидировать. После этого мы разрезаем линию фронта, и в столичной области оказывается огромный котел. Его закрытие приведет к капитуляции противника. Подготовительная война с одной из самых крупных сверхдержав мира практически завершена. Нам бы, конечно, немножечко армию промку реформировать и потом идти в бой, но боюсь, что времени для этих роскошеств у нас практически не останется. Наделаем, наверное, мы с вами здесь марионеток, а Словению сделаем нейтральной зоной на случай, если Рейх захочет напасть, ну, непосредственно на Югославию. И вот такой вот мир у нас появился перед началом самого масштабного конфликта в мире. Очень скоро мы начнем конфликт с одной из ведущих сверхдержав мира. А пока ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, ну и не забывайте про мой ламповый дискорд и вкладку сообщества, там вы можете предложить свои идеи для моих дальнейших прохождений. А с вами, как обычно, был Ямал Варгейминг, играйте только в хорошее, до новых встреч, пока, ребята! Продолжение следует...